Открытый телеканал представляет. Пожилой мужчина пришел к медсестре снять швы после операции. Все были заняты, он просил, требовал, умолял, чтобы это сделали побыстрее. Он говорил, мне надо успеть в больницу покормить больную жену. У нее болезнь Альцгеймера. Тут же освободилась пожилая медсестра, сказала, она, наверное, будет волноваться, если вы опоздаете, я вам быстро все сделаю. Он ответил, нет, она уже последние пять лет не узнает меня. Так куда же вам торопиться, если она не знает, кто вы? Он ответил, мне не важно, что она не знает, кто я, зато я знаю, кто она. Ну, это верно. Вот скажите мне, пожалуйста, что поддерживает человека, который в ответ не получает ничего? Ни благодарности, ни улыбки, ничего. Вот напротив него его любимый человек, и все. Вот что его поддерживает? Она же его не узнает. Он знает, что это его долг. И ты, зная, что это долг, ничего не получаешь и можешь вот так вот продолжать? Да. Это можно назвать любовью? Это больше, чем любовь. Даже? Да, конечно. Тогда, если можно, вот что для вас любовь и что для вас долг в таком случае? Долг выше любви. Выше? Да, потому что любовь – это то, что диктует тебе поступки, потому что ты так относишься к человеку. Так. С любовью. А долг – это то, что ты обязан сделать выше любви. И здесь измеряется уже твоей ответственностью. Любовь тебя обязует поступать так. А когда не любовь, а долг, тогда ты уже себя должен направлять правильно. То есть он же, понимаете, он же живет, а она как бы не живет. То есть он живет, у него идет есть какая-то жизнь и так далее, а он всю ее как бы вот туда, к ней, бежать к ней все время навстречу. И вот верит то, что он заботится о ней как-то. И даже люди не скажут, ой, какой молодец, хоть немножко поддержки ему. Нет, 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 это не важно ему. Да? Можно это назвать, что это приближается к такой чистой отдаче? Можно? Я не думаю. Я думаю, что когда он ее кормит, это его наполняется. Да? Да. То есть вот это вот, что он выполняет этот свой долг, это и есть его жизнь, получается. Это наполнение. Да. Она лежа в своей кровати там в больнице. Да. Никого не узнавая. Никого не узнавая ничего, она держит всех их. Вообще всех родных. Это вообще. Дается человеку вот такая сила, вот дается такой долг. Называется это его жизнью. Это свыше может приходить только? Это не в человеческих же силах такое дело? Нет, это свыше. Это свыше. То есть можно сказать, что там с ними вместе и находится вот творец. Пока вот он вот так вот заботится о ней, вот он там, да? Ну, творец вообще везде. Везде. Но в таких действиях особенно. Скажите, а вот сегодня такое наше время, когда, знаете, я как-то приходил в дома престарелых, ну, там нужно было прийти. И говорили, ну, давно уже дети не приходят. Уже старики находятся там давно. Это эгоизм их сыновей, дочерей, родных. Вообще больница ведь это недавнее изобретение. Да, так дома все были. Да, все по домам. Все были по домам. Наверное, это было правильно. Дома. Я думаю, люди выздоравливали быстрее. Быстрее выздоравливали. Понятно. Как можно завершить вот эту историю? То есть мы сможем вообще просто вот так вот жить долгом, любовью, отдавая? Мы сможем вот прийти к этому и этим наполняться? Сможем? Да. Так оно и будет. Так оно и будет.